Деньги, которые вам область выделяла на этот дом, вы же получили? Конечно, конечно. Вы за эти деньги отчитаете, правильно? Так, так точно. Так, а почему тогда здесь не выполняете работу? Получилась экономия от работы при проведении ТАШОВ. Вот экономию вы получили или нет? Ну, она просто осталась, конечно. Ну, хорошо, если она осталась, значит, вы либо нам верните наши областные деньги, либо выполните те обязательства, которые вы обещали жителям. Василий Васильевич, мы выполним эти обязательства. Когда? В 2015 году. Не, ну, год большой, когда? В течение, ну, я думаю, двух там... Не, ну, деньги-то вы получили из огласного бюджета и от жителей когда? В 2014 году? В 2014 году, конечно. Но уже 4 месяца с 2015 года скоро заканчиваются, правильно? Тогда? Возьму с вашего разрешения вопрос под личный контроль. Я вам обещаю, что мы встретимся, определимся сроки, я вам их открою, согласую с вами, в течение какого времени мы это произведем. Устроит так? Хорошо. Ну, останьтесь, я вам дам свой телефон, чтобы у вас был все в контакте. Хорошо? По улице Михеева от стены к лапешинской вниз, а потом снизу вверх. Каждый год, каждый год весной их ремонтируют. Как бы ремонтируют. Опять же деньги наши на это тратят. И через 2 недели после ремонта, опять же, огромные ямки. Улица Михеева в свое время, примерно год назад, построила наружение «Слепода» в рамках своих обязательств. Качество, к сожалению, работа казалась невысоким. Они, значит, ремонтировали. В этом году мы сами будем делать. А у вас в плане на питание? Да, там ямочный ремонт запланирован. Конечно. Что значит ямочный? Ну, там опять какая-то история. Владимир Сергеевич, там трамвайные пути. Да. Понимаете, в чем дело? То есть, они осложняют вообще. То есть, там проблемы... Я помню, я ездил там. Но вопрос же в том, что улица наша, муниципальная, правильно? Конечно. Так, и чего? Надо что-то, так сказать... Все равно надо ремонтировать? Владимир Сергеевич, ремонтировать надо. Единственный, вот мы можем сказать честно, жителям, глядя в глаза, да, единственный способ, которым мы можем убрать вибрацию от шпал и от рельсов, по которым ходит трамвай. Это способ уложить данные рельсы в плиты, как это сделано на улице Советской. Достаточно дорогое удовольствие. То есть, вот этот участок, он обойдется нам порядка 80-90 миллионов рублей. Я понимаю, все остальное, если мы будем делать, закатаем в асфальт, через год, через год, по весне, от вибрации, дорога превратится в то, на что она сейчас похожа. Получается, что застройщик себе дома построил, жителям продал, прибыль получил, а весь, извините, у меня все проблемы остались на муниципалитете. Понимаете? И вы говорите, правильно, конечно, надо сделать, но где эти суммы... Да, но когда они делали, они же должны были учитывать, что эта дорога будет все равно от вибрации разрушаться. В принципе, когда принималось решение о введении порядка лицензирования, как раз это решение было направлено на то, чтобы, скажем так, навести порядок на рынке предоставления услуг ЖКХ. Ну, вы сами прекрасно знаете, что по эксплуатации наших квартирных домов вопросов у жителей очень и очень много. Когда идет нераскрытие информации, то это прямое обязательство на невыдачу лицензии. Значит, при этом у многих компаний, то есть у всех компаний есть право на повторную подачу своей заявки. Хотите, если вы с чем-то не согласны, подавайте повторную заявку, пожалуйста, жилищная инспекция еще раз рассмотрит эти заявки. Самое важное, вот то, что муниципальные предприятия будут сейчас брать на эксплуатацию эти дома, которые оказались вместе с компаниями, которые не получают лицензию, все равно задача, которая стоит перед муниципалитетом, это меры вынужденные, сформировать новые компании, прежде всего, лучше всего, если это будут сами же и жители, малые предприятия. Вот когда выступал у нас представитель нашей, так сказать, представитель, вот Анекина, Наталья выступала, она как раз и сказала, что у нас есть даже программы по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые хотели бы работать на этом рынке. Мы готовы давать гарантии, готовы давать недорогие кредиты. Важно, чтобы вы сами научились управлять своими домами. Платежная дисциплина в городе очень неплохая, то есть она действительно неплохая, не только по оплате взносов за капитальный ремонт, но в том числе по оплате в целом за коммунальные платежи. Но когда у нас вдруг появляются задолженности перед энергоснабжающими организациями, для нас это тоже удивительно. Поэтому вот был создан единый расчетный центр, задача которого расщеплять платежи граждан, которые люди делают, для того, чтобы все энергоснабжающие организации получали все свои деньги за те услуги, которые предоставили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова